Второй номер. Доверяю Слову Вечного Царя, Божью мудрость славят горы и моря. Слава Вышне к Богу повторяю я, доверяю Слову Бога сил. Доверяю, доверяю Слову, что Господь возвестил. Доверяю, доверяю Слову Бога сил. Доверяю Слову, что не потрясет ураган сомнений, страхов и невзгод. Через буре жизни я иду вперед, доверяю Слову Бога сил. Доверяю, доверяю Слову, что Господь возвестил. Доверяю, доверяю Слову Бога сил. Доверяю, доверяю Слову Господа Христа. Доверяю Слову Бога сил. Доверяю Слову я не паду. Дух Святой восполнит всякую нужду. Во кресте имею все, чего я жду, доверяя Слову Бога сил. Доверяю, доверяю Слову, что Господь возвестил. Доверяю, доверяю Слову Бога сил. Надеюсь, что и вы доверяете Слову Бога сил. Человек не имеет силы, только Бог обладает силой сказать человеку или повелевать человеку, что необходимо исполнять в их жизни. Если вы помните с прошлого раза, кто был, мы говорили о соответствующем предписании для победы. Если вы хотите победить 6 глава послания Римлянам, нам дает предписание для победы. Мы говорили о том, что нужно предоставить наше тело, и начали говорить о нашем положении во Христе. Вот это положение во Христе, которое мы приобрели благодаря доверию Христу, она говорит об абсурдном предложении снова вернуться в грех. Нет смысла возвращаться обратно. Ничего грех положительного никогда не предоставлял никому. И мы начали говорить о принципах жизни, где остановились на молитве как дыхание необходимое. Пробовали ли вы держать дыхание на какое-то время? Может быть, одну минуту вам удастся не дышать, но вы не можете хвалиться, что вот я уже 5 минут не дышу. Если вы 5 минут не дышите, это говорит, что у вас не осталось жизни. Дыхание необходимое для жизни. Вот почему молитва также необходима для нашей жизни. И если вы хвалитесь тем, что вы не молитесь, я не знаю сколько, день или два или три, это плохой признак вашего духовного развития. Человек, живущий в зависимости от Бога, не может не молиться Богу, не может не спрашивать его, а что ты желаешь Богу, а что тебе нравится, а как ты желаешь, чтобы я поступил. От этого зависит наш прогресс или наши тесные взаимоотношения с Богом. От того, насколько мы доверяем Ему в разных вопросах нашей жизни. Итак, мы начнем снова с важности духовной силы и роста. Это пятый пункт нашего изучения принципов жизни. Вот по этим принципам мы живем. Мы хотим, чтобы духовная сила и рост умножались, не слабевали, не оставались какой-то постоянной, но умножались. И мы откроем второе послание Петра, первую главу, а с пятого по восьмой стихи. Второе Петра, первая глава. Достаньте ваши Библии. Второе Петра, первая глава, стихи пятый и восьмой. Второе Петра, первая глава. Я заговорился, да? Второе Петра, первая глава. Стихи с пятого по восьмой. И кроме этого, прилагая все усердие, прибавьте к вере вашей добродетель, а к добродетели знания, а к знанию сдержанность, а к сдержанностью терпения, а к терпению благочестия. И к благочестию, братскую доброту, к братской доброте любовь. Бог желает, чтобы мы возрастали и укреплялись. Если это вас есть и изобилует, оно делает вас такими, что вы не будете ни безуспешными, ни бесплодными в познании нашего Господа Иисуса Христа. Если вы хотите быть успешными в служении Господа Иисуса Христа, вам необходимо прилагать к этому усилия. Никто не будет прилагать его вместо вас. Это ваша обязанность, ваша ответственность. Посмотрите на другой отрывок из послания евреям, 10 главы, стих 25. Послание евреям, 10 глава, 25 стих. Не оставляя собрания своего, как есть у некоторых обычаев, но увещевая друг друга. И тем более, когда вы видите, что день тот приближаетесь. Вы видите, что на мировых часах осталось без 5-12. Вот-вот скоро Господь придет. И это должно ободрить и наша обязанность ободрять и других. Не оставлять собрания. Не забывать о духовных истинах и переключаться на какие-то материальные или видимые или временные. А быть теми, кто готовится к пришествию, которое вот совсем рядышком кажется. Посмотрите на следующий пункт в 1 Петра. Снова теперь 2 глава, 2 стих. Это важность изучения Писания. Когда мы ходим на собрания, когда мы увещеваем других приходить на собрания. Это для того, чтобы больше нам понять о нашем Господе. Не отойти дальше от Господа, а больше приблизиться к Господу. 1 Петра, 2 глава, 2 стих. Как новорожденные младенцы, жаждите искреннего словесного молока, дабы вам от него возрастать. Бог желает, чтобы наш малый, духовный, рожденный вновь, вот этот человечек, рос. И вы удивитесь, когда посмотрите на людей, которым может быть 30 лет, может 40 лет, а они вот такие вот ростом, скажем. И это нас очень удивляет. Вот такими бывают духовные возрастания. Он уже 40 лет в церкви, он 50 лет в церкви. Может быть, родители у него были верующие. Может быть, прадед был верующий. А он не сильно вырос и остается вот таким карликом. В Иоанна, 15 глава, посмотрите на 3 стих. Важность духовного роста. Иоанна, 15 глава, стих 3. Сейчас вы чисты через слово, которое я говорил вам. Почему нам нужно читать слово? Почему вникать в слово? Чтобы больше мирского отфутболить от себя, очистить себя от того, что нам мешает, что нам препятствует. Когда вы видите грязь, допустим, на руке или на лице, или где-то еще. Вы вытираете быстро, чтобы там не было этого. Потому что это не помогает вам, это беспокоит вас. Посмотрите на 17 главу Деяния апостолов. Вот где люди постоянно изучали Писание. И посмотрите на что отличало их от других, которые меньше занимались этим. 17 глава Деяния апостолов, стих 11. Это были благороднее, чем те в Фессалонике. В том, что приняли слово со всей готовностью ума. И исследовали Писание. Как посмотрите? Ежедневно. Так ли это? В каждый день они изучали Писание. Так ли это? Вот для того, чтобы мы знали, так ли это, мы должны найти это в Писании. Если мы не находим это написанное в Писании, мы можем это выкинуть через форточку. Седьмое. Необходима твердая решимость для чистоты. Вот эта твердая решимость была в жизни Даниила, где он твердо решил, что бы ни говорили в царстве, кто бы ни говорил, что бы ни говорил, а я решаюсь поступать вот так и не иначе. Посмотрите, первая глава Даниила, стих 8. Но Даниил положил в своем сердце не оскверняться частью от пищи царя, не вином, которое тот пил. Потому он просил князя Евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Если он решил, он может убедить в этом и князя Евнухов. А если не было этого твердого решения в жизни Даниила, он бы не смог убедить князя Евнухов. И вы знаете о результате, что князь Евнухов дал им 10 дней и на протяжении 10 дней они или их лица выглядели лучше, чем те, которые пили вино или ели царскую пищу. И у них был успех. Другой отрывок из Колоссянам 3 главы 5 стих. Колоссянам 3 глава 5 стих. «Умертвите поэтому ваши члены, которые на земле, блуд, нечистоту, чрезмерную привязанность, злую похотливость и алчность, которая есть идолопоклонство». Вот для того, чтобы иметь твердую решимость, вещи, которые перечислили в этом стихе, блуд, нечистота, чрезмерная привязанность, злая похотливость, алчность, все вот это мешает нам иметь твердость. Это заставляет нас в чем-то сомневаться, заставляет нас отклоняться и задерживаться вместо того, чтобы идти и развиваться. Сейчас я запутался в страницах. Разберемся вот сюда переносить. Или вот так, наверное. Павлу пришлось общаться с ними, вести с ним переговоры. Если ты хочешь выполнить свои обязанности, что пройдет с твоей эффективностью? Если ты будешь чувствовать себя удобно на вражеской территории, если ты полюбишь эту страну больше своей собственной страны, твоя эффективность изменится, потому что твоя любовь изменится. Ты станешь больше похожим на врага, чем на представителя своей собственной страны. Христиане попадают в эту колею. Они укореняются в этом мире, любят его так сильно, что их образ жизни ни грамму не отличается от образа жизни этого мира. В конечном итоге они препятствуют Божьей работе своей греховностью. Вместо того, чтобы быть послами для Христа и вести себя подобно гражданам небес, возлюбленные, не забывайте о своей миссии. Бог заинтересован в нашей эффективности. Если мы заинтересованы в нашей эффективности, вот в чем вопрос. Когда мы не понимаем Божьей цели, мы видим, что все идет как бы наперекор. Все нам не в пользу. Мы хотим быть богатыми, или хотим прославиться, или еще что-то хотим, а выставить себя хотим. Бог говорит, что это все не для вас. Ваше гражданство совершенно в другой стороне. Потому вам нужно отстать от всего этого. Галатам 5 глава, 16 стих, посмотрите. 5 глава послания Галатам, стих 16. Галатам 5, 16. Ну вот, я говорю тогда, ходите в духе, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Вот куда Павел желает, чтобы мы стремились. Для этого он говорит нам о твердости. Будете стремиться к духу, будете твердыми. Будете желать плотских вещей, останетесь слабыми. Восьмое. Необходима сильная, стабильная любовь к Господу. Откровение 2 глава, стих 4. Откровение 2 глава, стих 4. Однако имею кое-что против тебя, потому что ты оставил первую любовь твою. А вы, наверное, вспоминаете, когда вы в первый раз были влюблены. И насколько это были сильные чувства у вас. И вы об этом думали, а может быть, днями или ночами. А когда? А все это прошло через сколько-то месяцев. Вы не увидели ответа. Вы не увидели той взаимности. А вы оставили это. И оставив это, ваша жизнь стала серой, безвкусной, безцветной. Вот об этом он говорит в отношении церкви, которая оставила первую любовь свою. А теперь их жизнь серая. Нет в них тех горячих желаний или влечений, которые были раньше. Церковь в Ефесе потеряла свою пылкую первую любовь к Господу. Посмотрите на Якова. Недалеко здесь книга. 1 глава 8 стих. 1 глава 8 стих. Человек двоедушный нестабилен во всех путях своих. А вместо того, чтобы быть сильным и стабильным, он остается двоедушным и нестабильным. Мы не можем быть победителями, если твердо не решим для себя, кому служить. Посмотрите в Иоанна 15 главу стих 9. Когда Иисус был на земле, посмотрите на все сопротивление, которое ему оказывали фарисеи, саддукеи, разные другие группы. Но он говорит в 9 стихе, как отец возлюбил меня. Посреди всего этого он мог сказать, отец меня по-прежнему любит. Что бы вы ни говорили. Так и я возлюбил вас. Прибывайте в любви моей. Вот что было важно для Иисуса. И это он желал передать своим ученикам. Чтобы и они также встретятся с трудностями. Это не было причиной для сомнений, для двоедушия. Это было бы подтверждением любви. Посмотрите на 4 и 5 стихи. Посмотрите, тот же в 15 главе Евангелия Иоанна. «Прибывайте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама по себе, если не пребывает на лозе, не больше можете вы, если не пребываете во мне. И я есть в лоза, вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот и приносит много плода». Чего? Вот в чем ключ зависимости. Без него мы ничего не можем сделать. Все, что мы сделаем без него, будет неправильным. Будет служить нам во вред. И он говорит, вы как ветвь, которая имеет живую связь, живой сок протекает, которая действует, или которая плод приносит благодаря тому, что она связана с корнем. Не будучи связаны с корнем, вы не можете быть плодоносными или эффективными. Девятое. Почувствуйте значимость вашей ответственности. Вот новый пункт, который говорит нам о результате, о итоге, о приносимый плод. Будет ли результат в нашей жизни, или он будет отсутствовать. 2 Коринфянам, 5 глава, стих 20. «Итак, мы есть послы для Христа, как если бы Бог умолял вас через нас, молим вас, вместо Христа примиритесь с Богом». Вот где важно иметь вот эту важную связь взаимодействия с Богом. Если нет этой связи, тогда мы остаемся бесплодными. Нет того живительного сока, не будет плода, не будет никакого результата. Десятый пункт. Чувственный, греховный образ жизни и толпу необходимо избегать. Вот все сегодня пойдут на забастовку. Избегайте этой толпы. Не поможет она вам в вашем укреплении, или стабильности вашей, эффективности вашей. Посмотрите в книгу Притчи, 4 главу. Книга Притчи, 4 глава, стихи 14 и 15. 4 глава Притчи, стихи 14 и 15. «Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых людей». Если вы не знаете, что это злые люди, вам необходимо понимать, нет Христа с его любовью в их сердце, нет ничего положительного в этом сердце. Все там чернота и негативно. И 15 стих. «Сторонитесь его, не проходи им, уклоняйся от него и пройди мимо». Как бы они ни завлекали, мы вас накормим, мы вам заплатим, мы вам дадим то или другое, газ делаем дешевле, пройди мимо. Это не та толпа, с кем тебе нужно общаться. Она не поможет тебе в твоих взаимоотношениях с Господом. Другой отрывок из 1 Коринфянам 15, стих 33. 1 Коринфянам 15, 33. «Не обманывайтесь». Совсем недавно мы слыхали проповедь о том, как не обманывать себя. И мы смотрели на несколько отрывков в Ветхами, в Новом Завете, которые предупреждают нас о самой большой ошибке, когда мы сами себя обманываем. И вот это одно из них. Не обманывайтесь. Худые общения развращают добрые нравы. Пойдешь в толпу, где все говорят анекдоты, где все делают вино, где все заняты наживой, где все заняты приобретением собственной славы. Это развратит твои добрые нравы. Не останется у тебя того святого корня, первой любви, который был в начале. Посмотрите на следующий пункт. «Сияй для Иисуса Христа и распространяй Евангелие среди погибающих». Матфея 5, стих 16. Вот наша непосредственная обязанность. Пятая глава, стих 16. «Пусть свет ваш так светит пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего, который на небе». Когда мы пойдем со светом, чтобы люди увидели доброе дело и прославляли Отца Небесного. Матфея 5, 16. Другой пример в книге Даниила. Посмотрите в 12 главу книги Даниила, стих 3. «И те, которые мудры, будут сиять, как блеск тверди, и те, которые обращают многих к праведности, как звезды во веки вечные». Скажите, есть сегодня обещание там кого-то, где-то, что мы вам то дадим, мы вам это дадим. А равняется ли это с Божьим обещанием, которое говорит, что они будут светить, как звезды во веки вечные? Сколько вам хватит... Даниила 12,3, да, кто отстал. Насколько вам хватит те копейки, которые вам дадут или не дадут, может, пообещают, а дадут позже, а может, забудут, а может, пропустят, а может, еще что-то сделают. А Бог обещает, как звезды во веки вечные. Это намного лучшее обещание, чем все те человеческие обещания. Двенадцатый пункт. «Удерживай свой язык». Ох, как это трудно сделать! Хотя бы поставил Бог нам какой-то замок сюда. Мы очень часто говорим, что не надо. Если не держать свой рот на замке, наш язык может создать для нас массу неприятностей. Научитесь молчать. Это трудное занятие. С тех пор, как мы научились говорить, нам нужно начинать учиться молчать. А мы все говорим и говорим и говорим. Посмотрите в Псалом, 39 главу, первые два стиха. Книга Псалмов, 39 глава, первые два стиха. «Я сказал, я буду смотреть за путями моими, чтобы не грешить языком моим, буду обуздывать уста мои, пока нечестивый предо мною. Я был нем, молчанием, и молчал даже от добра, и скорбь моя пробудилась». Он был нем. Нем, значит, не мог говорить. Не то, что не хотел говорить, а не мог говорить. И это молчание даже от добра написано. Кто-то о чем-то добром говорил, он снова не мог ничего сказать. И это то, что он советует нам. На вещи, которые нам нужно помолчать. оставаться с уздечкой на устах. Видели вы собаку, которая ходит с намордником? Специально надевают на нее, чтобы она не кусила никого, не навредила никому. Вот он говорит, я буду обуздывать уста мои. То есть он одевает на уста свои вот эту оплетку, скажем, или как ее назвать, намордник, а для того, чтобы нечестивый не мог завязать какой-то спор со мной. Не полезно мне спорить с ними. Не будет они убеждены от того, что я буду с ними спорить. Это бесполезное дело. Он говорит, чтобы не грешить мне языком моим. Тринадцатый пункт. Поддерживай и укрепляй других. Помощь другим мотивирует тебя быть ближе к Господу и находить решение их проблемы. Посмотрите, когда мы хотим быть вблизи Господа. Это мотивирует быть ближе к Господу. Евреям 3 глава, 13 стих. Но увещевайте друг друга ежедневно, пока называется сегодня, чтобы кто из вас не ожесточился против обманчивости и греха. Грех очень обманчив. И мы должны быть внимательными, чтобы он не обольстил или не обманул нас. И мы, живя в этом обмане, не обманывали других. Четырнадцатый пункт. Покорись Господу и сделай его своим господином. Матфея 6 глава, стих 24. Матфея 6, 24. «Никто не может служить двум хозяинам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или же одного будет держаться, а другого презирать. Не можете служить Богу и мамоне», говорит нам Дух Святой через Матфея. Также через Якова. Посмотрите в четвертую главу послания Якова. Стихи 7 и 8. Если у вас такая Библия, как у меня, страничка 1215. 7 и 8 стихи. «Поэтому покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и он приблизится к вам. Очистите руки ваши, вы грешники, и очистите сердца ваши, вы двоедушные». А вот смотрите, сколько пунктов мы могли бы извлечь из этих двух стихов. «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, убежит от вас, приблизьтесь к Богу, он приблизится к вам, очистите руки ваши, и очистите сердца ваши, вы двоедушные». И в этом вся суть христианства. Быть на стороне Бога, не быть на противоположной стороне. «Кому покоряемся, тому и служим. Покорись праведности и увидишь, как Бог использует тебя за пределами твоих мечтаний. Покорись греху, и он разрушит твою жизнь». Например, Синкин Льюис получил Нобелевскую премию по литературе в 1930 году, чтобы высмеять то, что он считал лицемерием христианства. Он написал роман «Элмер Гентри», его выдумая история о фанатичном евангелисте, который тайно был алкоголиком, вором и блудником. Но мало кто знает, что сам Льюис умер алкоголиком в клинике третьего сорта за Римом. Он был опустошенной жертвой собственного греховного образа жизни. Позвольте мне еще раз спросить, кто на престоле вашего сердца? «Дьявол с его обманами или Бог с истиной, который желает тебя освободить от обмана и дать тебе успех на вечном». Павел говорит, мы слуги того, кого покоряемся. Если слово «слуга» на греческом означает «дулос», оно означает «тот, чья воля поглощена волей другого». «До того, как мы были спасены, мы были поглощены волей сатаны. Когда вы приняли спасение, Бог дает нам благодать, которая является силой и желанием исполнять волю Божью в нашей жизни». И отрывок из 1 Коринфянам, 15 глава, стих 10. Посмотрите в 1 Коринфянам, 15 глава, стих 10. Подчеркните его себе. 15 глава, страничка 11.50. 15.10. «Но благодатью Божьей я есть то, что я есть. Благодать Его, которая была дарована мне, не была тщетной, но я потрудился более обильно, чем они все. Однако не я, а благодать Божья, которая была со мной». Вот кому принадлежит вся слава и честь благодати Божьей, которая спустилась ниже, чем я упал, подняла меня из этого болота, поставила ноги на твердую почву, для того, чтобы я мог прославлять Господа. Следующее – это черты слуги Господа. Мы говорили о нашей подчиненной жизни, о том, о чему мы должны быть посвящены и чего беречься. Теперь мы поговорим о том, кто же такой Божий слуга. Во-первых, он уважает Господа и радуется в Господе. А Псалом 40, стих 8. Псалом 40, стих 8. «Наслаждение моё – исполнять волю Твою, о Бог мой, и Твой закон в сердце моём». Это для Божьего слуги является наслаждением. Он не испытывает наслаждения в каких-то других компаниях. Для него наслаждение – исполнять волю Божью. И закон всегда в сердце. Скажите, когда у вас что-то в сердце, можете вы об этом забыть, когда что-то беспокоит ваше сердце? Вот вам доктор сказал, что вы заболели там не знаю чем. Вы ходите по улицам день и ночь, вы только об этом и думаете, потому что это у вас на сердце. А он говорит, «Бог мой, и Твой закон в сердце моём». Об этом он всегда размышляет. От этого он не может отстать. А ещё один Псалом 2, стих 11. Псалом 2, стих 11. «Служите Господу со страхом и радуйтесь перед Ним с трепетом». Это черты слуги Господа. У Божьего слуги почтительный страх Господен. Он радуется в его любви и уважает Божью святость. Он возрождён и праведен. Слуга Господа – это новый человек во Христе, потому что он был рождён свыше. Как новым творением во Христе нам было дано прощение от греха, но не оправдание от служения. Мы не можем оправдываться, что я не могу вот это сделать для тебя, Господь. Это не характерно Божьему слуге. Посмотрите снова в послании римлянам. Седьмую главу, стих 6. Седьмая глава римлянам, стих 6. «Но сейчас мы избавлены от закона, то умерло. В чём мы были удерживаемы, чтобы нам служить в новизне духа, а не в старости буквы?» И другой отрывок из книги Псалмов, 101-й Псалом, стих 6. Псалом 101, стих 6. «Посмотрите, глаза мои будут на верных земли, чтобы они жили со мной. Тот, кто ходит путём совершенным, тот будет служить мне». Бог смотрит на наши порывы или наше начало. Если это в нас есть служить Господу, Он нам помощник в этом. Он говорит, тот ходит путём совершенным, кто будет служить мне. Слуга Господа живёт благочестивой жизнью. Он решителен. Он решил служить Господу, и только Ему. Господь – цель его жизни. Никто не живёт по-настоящему, пока не найдёт нечто достаточно большее. А чтобы отдать себя этому, слуга Божий отдаёт себя полностью Христу. Вы, наверное, знаете это по опыту вашей жизни, что вы жили, как все люди, и потом вы поняли одну заветную истину, что есть над всем Господь, перед которым я стану, чтобы давать отчёт за прожитую жизнь. Тогда все те материальные цели, дом построить, дерево посадить, детей родить, семью завести, не знаю, какие ещё, становятся более низкими целями. И теперь ваша цель – угодить Господу. И вы прилагаете к этому все усилия, как никогда раньше. Посмотрите в Матфея 6 главу 24 стих. Мы уже читали этот стих, прочитаем ещё раз. «Никто не может служить двум хозяевам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или же одного будет держаться, а другого презирать. Не можете служить Богу и мамоне». Если до какого-то момента мы служили мамоне, накопили какое-то имущество, потом мы не знали, что с ним делать, а теперь наша цель – собрать сокровище на небе, где моль не ест, где ржавчина не подкрадывается, где воры не могут украсть. А это цель христианина. Посмотрите в Деяние 5 главу двух лидеров Первой Церкви, которые выбрали для себя служить Господу. 5 глава 29 стих. «Тогда Пётр и другие апостолы ответили и сказали, мы должны повиноваться скорее Богу, чем людям». Решили ли вы в своей жизни повиноваться Богу больше, чем людям? Может быть, вы еще не решились. Это время сделать это решение. «Я хочу служить Богу». Все, что для людей, если останется время. Слуга Божий, он решается служить Иисусу Христу. Для него это самое значимое или важное. Он хранит и сдерживает себя. Божий слуга полон смирения. В этой же книге Деяния Апостола, посмотрите, в 20 главу стих 19. 20 глава стих 19. «Служа Господу со всей смиренностью ума и со многими слезами и искушениями, которые постигли меня вследствие поджидания в засаде иудеев». А вот это служение Апостола Павла, оно было связано с бессонными ночами. Может быть, вам когда-то не спалось, и вы спрашивали себя потом, «А чего же я проснулся этой ночью? Что же было такого важного, что я должен был сделать, а что Бог забрал у меня сон?» Или, может быть, вы шли куда-то, или, может быть, хотели сделать что-то, и вы не могли этого сделать, потому что что-то другое беспокоило вашу жизнь. Посмотрите, «со многими слезами и искушениями, которые постигли меня вследствие поджидания в засаде иудеев». В жизни Апостола Павла было много таких трудностей. Если вы читаете второе послание к Оримфинам, там восемь раз используется слово «в опасностях». В опасностях, в опасностях. Различные опасности. В каждый день, в каждую ночь его ждали опасности. Дил Муди сказал, «Ценность человека не в том, сколько слуг у него, но в том, какому количеству людей он служит». А вот где переверачивает наше мышление эта фраза. «Мы не ищем, чтобы нам послужили, а мы ищем, кому послужить». Вот тот человек нуждается, и вот о том я слыхал, или вот об этом нужно помолиться, или вот тому нужно посетить его, а в больнице будет лежать скоро, и нужно зайти к нему и ободрить его. Он признает других. «Слуга Господа любит людей. Истинная любовь считает служение за привилегию. Настоящее величие лежит не в стремлении быть кем-то, но в стремлении помогать кому-то. Слуга Господа любит других и Бога. Он не потакает самолюбие, которое угрожает греховным искушениям». Галатам, пятая глава, стих 13. Галатам, пятая глава, стих 13. Посмотрите на... Итак, братья, вы к свободе призваны. Свобода в чем? Чтобы не зависеть от мнения людей. У людей... А что я ему должен давать? А что я ему должен помогать? А что я должен то делать или это делать? Это говорят в мире. Вы призваны к свободе. Вы имеете независимое от этого мнение. Только не пользуйтесь свободой в качестве повода для плоти, но любовью служите друг другу. Вот где наполненное жизнью и радостью христианское сознание. Когда вы ходите с тем, чтобы помогать кому-то, вы кому-то дали трактат, вы кому-то дали книгу, вы кому-то помогли перейти через дорогу, ваше сердце наполнено радостью, что вы нужны, что вы полезны, что вы сделали что-то для кого-то. Не зря проходит ваша жизнь. А когда вы не смогли этого сделать, вы ходите и бурчите себе под нос. «Ой, я такой несчастный, бедный, там не знаю какой, а все плохо, погода плохая, настроение плохое, все для меня плохо». Потому любовью служите друг другу, советует нам Писание. Он уважителен и сдержан к другим. 2 Тимофею, 2 глава, 24 и 25 стихи. 2 Тимофея, 2 глава, стихи 24 и 25. 2 глава, 24 и 25. «А слуга Господа не должен ссориться». Вот почему мы не ходим на забастовки, на революции, на протесты, на всякие другие заведения. «Но быть мягким ко всем, способным учить и терпеливым». 25 стих. «Кротости наставляют тех, кто противится, не даст ли им Бог покаяния, признанию истины». Как охарактеризован Божий человек, это не просто человек, который движим толпой. Куда толпа, туда и я. Все поехали в Россию, и я в Россию. Все поехали в Италию, и я в Италию. Все в Австралию, и я в Австралию. Нет. Для него он имеет четкий график или расписание своего движения. Он написан в «Кротости наставляет тех, кто противится, не даст ли им Бог покаяния к признанию истины». Он должен быть ответственным. Божий слуга верен и зависим, в особенности в малых незначительных вещах. Не пренебрегая малыми вещами, даже лучинка может сделать то, что солнце никогда не сможет сделать. «Она сияет в темноте». Тогда, когда солнце закатилось на западе, лучинка может осветить тьму. Колоссянам 3 глава, 22 стих. Колоссянам 3, 22. «Слуги, слушайтесь во всем хозяев ваших согласно плоти, не с показной услужливостью, как человекоугодники, но в цельности сердца, боясь Бога». Посмотрите на человеческую сторону. Как человекоугодники. «А, пришел начальник, я делаю вид, что работаю». «Ушел начальник, я сижу, смотрю телефон или там, звоню кому-то». Он говорит, «Не как человекоугодники, не с показной услужливостью, но в единство сердца, боясь Бога». Матфея, 25 глава, 23 стих. «Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, над немногим ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего». А вот Бог нам немногое доверил. Может быть, семью, может быть, дом или что-то доверил Бог нам. «Посвящаем ли мы это обратно Господу?» Или говорим, «Нет, это мое, это сюда не трогайте, это не ваше, это я не отдам». Бог говорит, «Над немногим ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего». Он отзывчив и уважителен не только к своему Господину, но и ко всем окружающим. Божий слуга послушен Господу и начальством своей жизни. Переверните чуть раньше в Эфессианам, в 6 главу, 5 стих. Посмотрите на качество этого слуги. «Слуги, будьте послушны тем, которые являются вашими хозяевами, согласно плоти, со страхом и трепетом, в цельности сердца вашего, как Христу». Он не считает начальника за начальником, он считает начальника, как будто это Христос повелел ему. И он служит для него не только, когда он его видит, но всегда, а потому как написано «со страхом и трепетом, в цельности сердца вашего, как Христу». Другой отрывок из 1 Тимофея, 6 главы. Посмотрите на 1 стих. 1 Тимофея 6, 1, страничка 11, 93. 6, 1. «Пусть все слуги, которые находятся под ярмом, считают своих хозяевам достойными всякой чести, чтобы не хулилось имя Божье и его доктрина». Посмотрите, как должны слуги почитать своих хозяев достойными всякой чести. Не быть услужливыми, а считать их достойными всякой чести, чтобы не хулилось имя Божье и его доктрина. Он освежает. Он не только слушается Господа, но и желает угождать ему и служить другим. Притча, 25 глава, стих 13. И мы здесь, наверное, остановимся. Притча, 25 глава, стих 13. Я знаю, что теперь не зима, но посмотрите, что написано в притче 25, 13. «Как прохлада от снега во время жатвы, так и верный посланник для тех, кто посылает его, ибо он освежает душу хозяев своих». Вот тут мы остановимся и пойдем в следующий раз дальше, когда будем смотреть на этого Божьего слугу и на его качество. Я думаю, что в сегодняшний день вы увидели те отклонения, которые у вас есть от того, что говорит Бог до сих пор, где всю эту рабочую неделю мы можем посвятить перечитыванию этих отрывков и исправлению нашего отношения, которое не соответствует Писанию. А теперь мы помолимся, попросим у Бога сил для того, чтобы Он помогал нам в этом. Наш дорогой Бог, мы любим Тебя и славим за то, что Ты оставил стандарт в Своей книге, которой мы можем доверять, которую можем проверять, можем убеждаться в достоверности этой информации в Своем опыте. Благослови каждого из нас о желании подражать Тебе и Слову Твоему, чтобы Ты был возвеличенно прославлен, достоин наш Бог. Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. 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 Продолжение следует...